всем привет леонид котвицкий семейный врач естественно такие видео я снимаю в домашней обстановке не в больнице потому что в больнице но как бы и не положено какой какие-то частные видео для частного канала снимать вот это должно этим должна заниматься пресс-служба вот ну и времени обычно в больнице нет тебе в дверь ломятся очереди сейчас очень много поток пациентов пошел в ход и не до съемок я всегда такое снимаю дома спокойной обстановочки и так синдром лонг к вид пост к видных нарушений так и так далее по простому это то что остается а иногда даже активизируется и усиливается после перенесенного к вида то есть ситуация например такая что человек может переболеть чувствовать себя уже хорошо а потом ему начинают вдруг становиться хуже и хуже значит может быть и не так может быть что просто вот человек переболевший сразу будет себя чувствовать плохо и плохо и плохо месяцами а может вот сразу наступить такой светлый промежуток а потом начинается ну и что к этому относится так значит симптомы можно все найти много в интернете я сейчас и сам из компьютера для напоминания чисто себе так значит просто буду заглядывать но рассказывать буду конечно из практики так как это нак на это все насмотрелся как это все объяснять это уже другой вопрос теоретически так и и значит немножко из своего опыта потому что дважды уже перенес к вид вот с разной симптоматика первый раз по одному второй раз по другому вот это же этот синдром на себе ощутил очень долгий долгий скажем так отходняк и так первое что самое частое и распространенное это мышечная слабость может также сопровождаться мышечной болью вот но не у всех вот но бывали мышечные боли я замечал такие что прям очень-очень плохие мышечные боли вот по себе могу рассказать значит у меня силы вернулись полностью после первого к вида только через семь месяцев вот так ноги еле волочил слабость и слабость слабость и слабость и непонятно что с тобой делается ослаблен и все ослаблен и все так попытался в меня кто знает смотрит давно знают что я человек спортивный там и гири и бег и качалка а тут начало все слабее и слабее я еще во время к видов на меня в первый раз протекал такой вялой форме так непонятно было начала нарастать одышка но я астматик я думал это обостряется астма температура лишь несколько раз я зафиксировал 37 2 дважды по моему только и зафиксировал а так в норме норме температура поэтому я долго даже не мог понять что это со мной происходит а на тот момент я не был на работе вот и ну вот себе блин уж уж такое ну такие разные симптомы то и все это и все и вот потом все сложилось уже через недели три-четыре только вся картинка сложилась это было еще год назад когда он только начался так уже более года назад еще тогда много чего было неизвестно вот ну и стало ясно что это ковид так вот я в июне так значит в первом месяце лета переболел а полностью силы ко мне вернулись в январе вот так что я уже почувствовал еще помню в декабре я через шесть месяцев полгода я копал там тепличку в заглубленную тепличку внутри основной и я ее так и не докопал не нормально сделал глубины да и ширины маловато ну просто не было силы не было чуть по постукаешь лопатой и стоишь отходишь отходишь как будто ты в состоянии какой-то острой болезни знаете слабость но при этом у тебя нет никакой не горячки не ничего вот а силы абсолютно нет как будто ты вот прям остро чем-то болен так моментально под из тебя течет обессиленность также знают случаи из когда вот эта слабость еще и сопровождалась мышечной болью обычно зависимость этого всего под постковидного синдрома у большинства такая что чем тяжелее переносили вот тем и постковидный синдром может быть более выражен и чаще наступает так среди тех кто лежал под аппаратом искусственного дефания очень много нарушений так среди тех кто просто в реанимации но не под не под аппаратом чуть меньше вот но тоже много вот тех кто лежал просто в инфекционных отделениях еще меньше кто на дому переносил меньше но бывают случаи когда переносил человек ли легко относительно на ногах и тут оба и все иван его мучить и мучить и мучить и никак не проходит вот так что не не всегда да но тенденция заметно вот такая вот мышечная слабость мышечная слабость тяжело и долго люди переносят эту слабость вот и долгий такой отходнячок вот что дальше затяжные изменения вкуса и запаха но вроде бы это не что-то критичное для большинства для жизни там для трудоспособности вот хотя есть профессии которые например дегустаторы повары там без вкуса и запаха очень тяжело работает так если повар не может определить свежий продукт не свежий какого вкуса запаха это еда но это беда что же это будет за повар что он наготовит так вот ну и в некоторых настолько извращается вкус и запах что обычные продукты приобретают запах там гнилого мяса там каловую каловую какую-то вонь так самые обычные запахи ранее вот нет не просто пропала пропал нюх запах а пропадает извращается настолько что человек не может жить у него ощущение что он живет среди сплошной какой-то гнили это все ему постоянно воняет тяжело так жить вот тоже это может затягиваться и по полгода и по году это и поражающее действие вируса на сами вкусовые нюховые рецепторы и и действие на мозг так значит доказано что этот вирус очень даже очень даже действует на мозг вот значит симптомы со стороны дыхательной системы и не только симптомы а проблемы значит после пневмонитов этих вирусных вот многих людей образуется пневмофиброз ну что такое пневмофиброз многие не знают но цирроз слова слыхали так вот цирроз печени самой распространенной на цирроз бывает в любых органах в том числе и в легких так вот фиброз это начальная стадия цирроза значит образуется соединительная а в дальнейшей стадии такая прям грубая рубцовая ткань вот видели такие грубые рубцы которые например там вот если была рана которая долго долго заживала гноилась там там все и долго 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 срасталась там такой грубый грубый рубец образуется вот вот такие же штуки могут образовываться в легких и бывали случаи что да и через четыре месяца через полгода делает у человека мрт у него еще много очагов фиброза а у некоторых увеличивается их количество размеры по сравнению с тем которые были когда завершилось лечение то есть становится хуже так ухудшается этот фиброз вот и довольно сложно ну как человек уже перенес вирусную инфекцию у него это все продолжается ему становится все тяжелее дышать сухой кашель боль боль грудной клетки там и так далее и так далее вот весьма неприятные вещи так со стороны сердечно-сосудистой системы это как упоминается так значит сердцебиение сдавление боли в грудной клетке но это симптомы так а изменения могут быть при самом к виде изменения могут быть сродни сродни значит момент самого к вида 20-30 процентов имеют примерно такие же тромботические тромботические кровоизлияния и так далее такие же симптомы как при инфаркте миокарда только обычно они не очаговые там какая-то там . так вот а рассыпанные по всему сердцу вот но симптомы как при инфаркте миокарда соответственно потом после выздоровления у человека остается сердечная недостаточность так уже одышка уже сердце не такое так также могут развиваться миокардиты так могут развиваться различные кардиомиодистрофии это не весьма нехорошие вещи вот но такое бывало и раньше например при гриппе но это было ну крайне крайне редко сейчас то довольно частое явление вот и у людей эти дети вещи тянутся очень долго вот и могут и не вернуться в норму уже могут и не вернуться человека уже может сердечная недостаточность так и остаться вот насчет терморегуляции вот это весьма противная вещь ощутил на себе значит во первых озноб так озноб без какой-либо причины трясет и все трясет и все так это одна вещь но если еще при этом температура не меняется так то это только ощущение но тоже противно когда ты вроде здоров ты можешь быть даже на жаре на солнце от тебя трясет всего от холода вот противные ощущения вот я прям на жаре озноба не ощущал но стоило мне зайти в воду скупаться ух как начинает трясти вот только ноги бы намочил вот это одно второе нарушение терморегуляции так вот я из в апреле болел второй раз после первого раза я такого нарушения ну четкого не заметил у меня было ощущение что я пару раз после того там за зиму еще переболел какими-то орви вот то тогда температура подскакивала и было вся эта слабость и все вот ну может это я болел хотя раньше всякие орви приносил довольно легко вот а тут что происходит происходит такое что на жаре меня сжахает температура так я в этом году съездил с семьей только один раз на озеро потому что после этого озера я отходил еще три дня и жрал и жрал по надол понимаете чуть ли не пачками так 5-6 таблеток по надолу то есть парацетамол по 0,5 я выжирал по 5-6 таблеток на день иначе невозможно было сбить температуру вот это я еще лежал в тени под грибком так это я еще пытался спрятаться от солнца вот то потом они на озеро уже ездили без меня потом их и на море отправил без себя вот я и так вообще домосед да но там таксы с папой конечно лучше это все организовывается так особенно когда там где-то далеко едешь то в плане организаторство бы не помешало чтобы я был но но не жара все это для меня теперь убийство надеюсь это так всегда не будет от но пока что пять месяцев с апреля я болел на нынче уже кусок конец сентября тяжело знаете вот стоит наоборот же стоит мне чуть-чуть охладить ноги чуть-чуть намочить даже ноги то есть например я под зонтиком позавчера в пятницу наверное из-за этого под зонтиком но намочились ноги в джинсах естественно я уже знаю что домой и моментально передеться в сухое потому что капец будет я переделся но нет нет что ночью у меня началась и субботу и эту ночь 38 38 и 5 температура не сбивается никак сегодня утром я уже накололся дексаметазоном ну и же сейчас так более-менее вот и так то жара то холод то жара то холод вот и любые инфекции которые раньше протекали может без температуры могут вызывать сильнейший скачок температуры и все это завязано в первую очередь на мозгах так то есть это нарушен центр терморегуляции это поражающее действие на мозг давайте я скажу про мозг это тоже весьма весьма распространенные нарушения мозга очень многих 60 процентов насколько я помню переболевших к видом по крайней мере в стационаре то уж точно в 60 процентов вот нарушение в мозгах это депрессия тревога это нарушение координации зрения долго человек не может сфокусировать так свое зрение это очень сильное нарушение памяти нарушение когнитивные только когда человек ну туго логически мыслит это зависает скажем так человек долго думает над привычными ранее простыми задачами и он об и весь виснет и думает виснет и думает так вот ну вот у меня это после второго к вида то уж точно произошло так я когда в после апрельного канского к вида переболел все уже отрицательные тесты выхожу на работу в мае и не было ощущение на приеме что я знаю каких-то 10-15 препаратов только но я-то их знаю больше естественно но мне надо было сидеть и думать и думать и думать вспоминать вспоминать что же это я знаю слушайте 99 год когда я закончил институт так ну это как я могу так мало знать понимаете ну просто сидишь зависаешь и вот так что быстро прям быстро на приеме вспомнить у меня было ощущение что препаратов штук с 15 помню и только их все время и приписываю детям вот там детям взрослым пациентам так короче весьма паршивая и есть даже такой общий термин как мозговой туман вот этот мозговой туман длится долго и приходится его очень долго лечить и что я сильно заметил это вот такое зависание какой-то простой вопрос тебе задают а ты сидишь и думаешь 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 это препарат надо выписать сидишь и думаешь 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 так в компьютере что-то нужно внести и а как это делается и и завис и думаешь тормозишь над сам самыми привычными для тебя ранее задачами вот значит вот эта штука имеет общее название мозговой туман и через полгода у проверяемых все еще у большинства отмечается ухудшение мозговой деятельности и вот так и получается если в комплексе это еще с физической слабостью соединиться с нарушением мозговой деятельности то человек получается вообще-то и рухлей так не сил нет ни мозг не соображает для работников умственного труда это очень актуально да да и мне кажется для всех ощущать себя там просто таки тупым это очень плохо вот и как это происходит значит как это происходит значит коронавирус уже доказано четко что поражает прямо мозг про проникает поражает мозг поражает сосуды мозга поражает клетки мозга вот и вызывает в мозге аутоиммунные реакции и не только в мозге а и кстати в других органах аутоиммунные реакции значит это даже ну и коронавирус и реакция нашего иммунитета что такое аутоиммунные реакции это реакции когда человеческий иммунитет так убивает собственный организм начинается борьба против собственных клеток то есть вирусе есть что-то похожее к клеткам нашего организма тем или другим или он вызывает разрушение наших клеток эти клетки становятся уже немножко не такими у них изменяется там белки фосфолипиды и так далее организм видя что это как бы что-то чужеродное начинает против этого вырабатывать антитела а эти антитела бьют по уже нормальным клеткам собственно говоря воспаление легких особенно тяжелые просто происходят именно к видны и воспаление легких пневмониты происходит именно по такой схеме тоже аутоиммунной так только там действует не медленные антитела как при типичных аутоиммунных реакций а выброс цитокинов вот значит цитокиновый шторм так называемый так это тоже цитокины это часть нашего иммунитета то чем организм защищает наш организм борется против вирусов и всего-то остального но в случае с к видом он выйдет выбрасывать столько цитокинов что эти цитокины начинают рушить собственные легкие понимаете и вот это вы и убивают собственные легкие так вот это относится не только к легким частности к мозгу так к почкам к различным железам там много к чему происходит выработка антител организм начинает бороться с органами собственного организма и и начинаются проблемы в том числе и в мышь мышцах это может быть и все вообще эти но механизмы этого этого всего я бы свел к трем проблемам это аутоиммунные реакции так раз вот второе прямое поражение нервной системы что отображается на многих органах и поражение сосудов с вас поль с вас кулитами воспалениями сосудов тромбозами и так далее и везде где много сосудов тоже возникают соответственно проблемы а значит например там в железах различных вот в тех же почках много сосудов там естественно почечные эти канальцы петельки это все оплетено сосудами железы внутренней секреции это там щитовидка поджелудочная и другие страдают очень сильно страдают очень много происходит значит таких вещей как много сейчас я заметил панкреатитов причем с с повышенной амилазы в крови приходят люди с болями в животе если раньше панкреатиты такие не хронические потом что-то побаливает а именно острые когда повышается амилаза диастаза вот то довольно редко были а теперь довольно часто вот и много стало новых диабетов потому что тоже поджелудочная только не экзокринная часть эндокринные островцы лангерганса так вот много стало диабетов тоже из-за поражения поджелудочной много стало поражение щитовидок и так далее короче не хорошие такие вещи происходят вот и надо сказать возвращаясь к поражению мозга так что мозг часто же отвечает и за терморегуляцию мозг отвечает и за там есть центры запаха нюхо так значит может быть не только поражение самих нервных там рецепторов в носу может быть поражение в мозге так центра восприятия вкуса и запаха вот если там поражено то это очень долго будет проходить вот и везде где есть нервы могут возникать проблемы тахикардии могут возникать сердцебиение из-за того что поражается блуждающий нерв вот он начинает шалить сдавать от это парасимпатическая нервная система тогда организм активизирует симпатическую она начинает превышать грубо говоря адреналин так начинает доминировать адреналин в организме вот и начинается проблемы так сердцебиение внезапные потовыделения там и так далее и так далее вот значит что еще можно сказать соответственно поражается этот блуждающий нерв вот значит проблемы с желудочно-кишечным трактом то поносы то запоры то какие-то боли невнятные так ищешь ищешь ничего непонятного вот со стороны органов чувств там боль в ушах шум и в ушах так боль в горле непонятное горло чистое она болит и все боли в грудной клетке сдавливание при этом ничего не находишь ни проблем сердцем не нащупываешь конкретные болезненных точек вот типичных для для этого всего все для типичных для позвоночника например так потому что боли в сердце это ищешь либо сердце либо неврологические расстройства в 99 процентов или или вот да еще может быть конечно и на почве развивающихся депрессии тревожных состояний это тоже очень сильно усиливается с мозгами от после поражающего действия мозга и что замечал что плохо действует антидепрессанты плохо действует если просто антидепрессантами это лечить ну есть какой-то эффект конечно лучше чем без них но не то что на что с лечением уже самого мозга вот и много что будет и тошнота и нарушение аппетита и так далее причем со стороны желудочно-кишечного тракта люди начинают искать что же я съел такое вроде ничего такого не съел так никаких проблем не было она почему-то тебя как колотит почему-то по носу и так далее значит завязано на нарушении регуляции этого всего вот ну и вот такие такие вещи сон нарушается многих очень сильно нарушается сон как в остром состоянии так и потом значит и многие месяцами или заснуть не могут или проснуться не могут или просыпается среди ночи даже бывали такие нарушения что по ну вообще люди ночами не спят так значит 1 2 часа за ночь и все и что угодно делай вот ну такие вещи значит еще отмечают боли в суставах неясные болят суставы и все и у молодых даже людей болят почему-то вот крутят суставы ничего этих суставах не находят у них естественно вот это может быть завязано тоже на чем-то мозговом или на аутоиммунных процессах так это не такие бурные аутоиммунные процессы как например при ревматизме там или еще каких-то сильных но вяло текущие и вот она болит суставы болят мышцы болят никак это не может остановиться подолгу волосы выпадают очень многих начинает после к вида сыпаться волосы очень долго не могут отрасти нормальные вот значит вот такие такие я тут себе еще по на по напоминаю да у некоторых сыпь вы сыпь происходит значит сыпь невнятная так начинает по телу высыпать это и аллергическая может быть цепи еще какая-то вот тоже долго не могут разобраться что это вот сыпь часто завязана на воскулите на воспалениях сосудов сосудов у молодых может возникнуть вообще генерализованные системные воскулит от которого даже умирают это конечно патология редкостная на фоне к вида замечено что такое возникает гораздо чаще вот а к молодых сейчас вот на когда пошел дельта штамм стало болеть намного больше что хочу сказать значит понимаете в организме чем плохо этот к вид до большинство его переносят легко от но что плохо что организм наш иммунитет он при к виде реагирует плохо реагирует то есть он и борется с вирусом так но одновременно возникает но буквально состояние такого иммунного пожара знаете пожар в иммунной системе наша иммунная система начинает вырабатывать совершенно лишние антитела так совершенно другие которые потом вредят своему же организму так убивают свои же органы возникают эти затяжные долговременные аутоиммунные процессы и этот иммунитет он вроде есть так если у переболевшего и выжившего человека но он часто извращенный этот иммунитет так он заодно с иммунитетом против болезней порождает еще кучу других реакций и еще такой момент что я вот первый раз переболел к видом то я говорю у меня не было ни температуры ни ничего и как такового воспаления я себя слушал слушал много раз ничего этом не наслышал от а когда второй раз пошел к вид то у меня уже бурнейшая реакция пошла организма бурнейшая вот это я прямо ощутил что такое тот цитокиновый шторм вот и задыхался я по полной программе вот и по мозгам дало очень сильно как я говорю из температуры 39 я валялся неделю похудел на 9 килограмм есть не мог вообще ничего лежал потом еще недельку так уже по чуть-чуть по чуть-чуть начал хоть что-то есть хоть хоть ходить хоть шевелиться вот то есть я ощутил на себе что такое вот этот паршиво сформированный иммунитет после первого к вида он вроде сформировался так но он не действует этот иммунитет так чтобы действовать только против вируса он вспыхивает в организме начинается иммунный пожар так и бьет по всем органам каким надо и не надо они только по вирусу вот почему обязательно под видео возникнут вопросы стоит ли вакцинироваться я скажу конечно что в идеале хотелось бы чтобы вакцинация провелась там на 3-4 года так внутри 4 года не было ученым задали вопрос что ребром надо бегом изобрести вакцину люди мрут пачками так реанимации переполнены надо сделать быстрее как угодно надо сделать быстрее и сделали быстрее не просто взяли и обрубили все попытались ускорить попытались провести все денег в идеале на было намного больше чем на обычные вакцины вот и ученые надо сказать сделали довольно неплохие вакцины реакции очень редко я не знаю как там в россии тем например спутником которым заставляют всех вакцинироваться но у нас эти файзер астрозенека весьма хорошо заходят сам уже дважды вакцинировался астрозенекой от и что сказать при вакцинации не приходит не происходит поражение вирусом организма так при вакцинации не происходит вот этого всего иммунного пожара так потому что организм просто видит какие-то новые чужеродные белки против них вырабатывает свою защитную реакцию и успокаивается так вот а при при этом при болезни к сожалению у многих происходит вот такой вот иммунный пожар вот и если ты при первой при первой при первом перенесенном к виде там или втором можешь этого не ощутить то при дальнейших вот ты вроде бы думаешь что тебя иммунитет и должен же легче перенести а может произойти наоборот можешь гораздо хуже перенести потому что вот такой вот извращенный иммунитет вырабатывается ну и что же делать так многие зрители ждут ты скажи что делать с этим всем так значит я надеюсь что таких немного вот все таки которого это все мучит от но кого мучит то мучит я недавно была одна женщина на приеме она говорит похудела уже на 20 килограмм от период переездила уже кучу специалистов того 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 сего из из поджелудочной какие-то проблемы и с нервной системой проблемы и депрессивные состояния это и все и колотун и не не говорит не могу уже в норму прийти очень долго а у нее пост к видный синдром явно все это началось после к вида так и я немножко поспрашивал ее именно тем чем надо особо не лечили каждый специалист конечно назначал свое вот но некоторые моменты есть специфические именно при лечении этого синдрома значит что что конечно надо снаем надо узнать значит надо разобраться если тромбозы есть ли ухудшение свертывости крови так значит это международный нормализированный отношение м но так или м н в по украински так делается такой подробный анализ так по нему определяется лучше всего свертываемость крови так если она нарушена нужно прийти пить препараты там от начиная от аспирина и заканчивая уже даже более серьезными которые колят вот и контролирует свертываемость крови ну это такие вещи знают семейные врачи знают к если чё-то и кардиолог с этим займется это одно потому что много как я говорил вот этих проблем завязаны на сосудах и на продолжающихся образовываться в организме там даже после перенесенного к вида микротромбах так вот свертываемость крови надо контролировать это раз второе как ни крути а если в организме аутоиммунные реакции так аутоиммунные воспаления то без гормонов никак без гормонального лечения никак к счастью так не приходится пичкаться так как там например при реальных аутоиммунных серьезных болезнях типа там системного системной красной волчанки там и тому подобных вещей что доходит до 1000 миллиграмм в сутки преднизолона 1000 миллиграмм если кто не представляет в таблетке преднизолона 5 миллиграмм в ампуле 30 миллиграмм так а в а это тают тысячу то есть 33 34 ампулы человеку прокапиваю прокапывают за день от чтобы задавить иммунитет чтобы восстановить эту болезнь так вот к счастью при к виде не не приходится настолько давить иммунитет тяжелыми препаратами и дозами очень хорошо действует преднизолон и в том числе при после к видных этих вещах вот у меня периодически нарастали головные боли нарастала уже такие мозги начинали как бы плавится и сон и все несколько дней поколол себе преднизолон оба 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 начала успокаиваться и в плане легких тоже бывает нарастает что-то одышка все значит я остматик сейчас конкретно сейчас серетид употребляют а употреблял аир тег но это не суть в препаратах можно употреблять и бекламетазон можно и более серьезные вещи но если легочные такие проблемы если человека постоянная одышка и так далее то очень рекомендуется гормональные гормональные вот эти ингаляторы так значит чтобы хорошенько они заходили до самых глубин альвеол и применять их еще как желательно на 3-4 вдоха то есть если есть возможность взять например дозу в которой 500 миллиграмм препарата и дозу какой 250 то лучше возьми 250 и сделай не 12 вдоха как как ты бы делал 500 кай а сделай 34 то есть сделал один вдох походил в там несколько минут так еще сделал ну ходить не обязательно но подождать так вот потом еще еще значит смысл что первая доза действует только на верхние ветви бронхов они расширяются так потом ты следующую дозу принимаешь уже более мелкие бронхи дальнейшие расширяются так потом дальше дальше уже доходит до самых глубин вот это один момент но говорю иногда и вот этого не хватает день-два приходится поколоть диксаметазон к счастью сейчас уже с каждым с каждой неделей все меньше и меньше и меньше вот но надо понимать есть есть очень сильно сильно все завязано на гормональных вещах если это аутоиммунные процессы то только так и диксаметазон это самый слабенький гормон вот хотя в таблеточках он вообще что-то мало что дает лучше колоть вот это утром обычно одна ампулка вот можно несколько дней поколоть и перестать подождать можно долгими курсами ну тут зависит от тяжести состояния но если идут аутоиммунные процессы это хорошо что еще есть слабенький гормон который неплохо а что останавливает именно в пост к видные процессы это еще один момент ну и как я говорил очень много завязано на нервной системе значит то само собой гормональные поскольку и там аутоиммунные реакции ну и чем-то нужно питать мозг чем-то нужно питать мозг значит что у нас из практики мне кажется то какой-то невропатолог с большим стажем если он тем более работает еще и с пациентами постковидными то конечно расскажет больше препаратов но я могу рассказать то что ну вот так вот у нас из практики значит из такого чего-то недорогого вот неплохо заходит кверцетин кверцетин так вертин он же все названия если кто-то спросит я под видео напишу если спросите я в комментариях напишу а так кверцетин у нас на украине есть квертин фирменные очень часто так неплохо он заходит сам его тоже пил вот сейчас пью весьма неплохо для мозговых явлений заходит мексикор препарат вот я его сейчас как раз и как раз и пью в процессе так мексикор он же мексидол это российский препарат значит в россии мексидол у нас мексикор как там других странах не знаю он 23 раза на день когда в остром состоянии развивается при к виде неврологические нарушения его используют инъекционно вот тоже хороший дает хороший дает эффект вот и он не то чтобы вот так вот как гормон так что ты там день-два по принимал уже стало легче он действует медленнее но вот эту вот мозговую тупость вот это вот зависание такое торможение весьма весьма неплохо лечит вот замечено кверцетин кстати как-то меньше на это все повлиял вот но лучше такое вот общее самочувствие вот а так можно вспомнить еще янтарную кислоту это особенно к мышечным слабостям и к мышечным болям относятся вот но тоже надо понимать если эти мышечные боли завязаны на аутоиммунных процессах то надо еще над эксаметазоне быть одновременно так и тогда уже янтарная кислота неплохо там параллельно зайдет вот и очень много много проблем мозговых а я как говорил даже и пищеварение завязано на мозге вот это все это все улучшается на налаживается но если у человека уже возник панкреатит его надо лечить откапывать значит контрикалом вот потому что это на это уже острый воспалительный процесс его надо остановить это вред приносит даже и поджелудочная как бы переваривает сама себя и выделяет гормоны которые переваривать собственный организм это одно значит диабет значит уже надо лететь и лечить по схеме диабета вот это уже прямое поражающее действие но можно попробовать параллельно попринимать эксаметазон прям конские дозы гормонов глюкокортикостероидный так там большие дозы например преднизолона то они наоборот могут усугубить диабета как они являются контр инсулярными гормонами вот но попробовать можно дексаметазон слабенький параллельно попринимать если у тебя внезапно на фоне ковида развился диабет может у тебя идет аутоиммунный воспалительный процесс поджелудочной можно пробовать попринимать дексаметазон вот тут уж как как повезет бывает что этот диабет потом по чуть-чуть по чуть-чуть стихает а бывает что уже остается и все вот очень много сейчас подскочила диабетов на фоне ковида вот сердечные препараты лечатся всякими там театриазолинами вот там вот я завис то значит от театриазолин рибоксин там тот же препарат который боже у спортсменов запрещали ой сколько ж я его знаю давно и вот на тебе о милдранат так милдранат это сердечный препарат тот тот самый мельдоний да который запретили у спортсменов вот тоже такая сметанка для сердца как говорится вот чтоб сердце подживить сердце успокоить отдали дождаться когда нервная система успокоиться перестанут эти тахикардии а если после этого все равно остается у человека например какая-то аритмия значит уже него участочек сердца поразился который отвечает за ритм так и и тут уже надо конкретно либо противоаритмические препараты либо там уже даже абляции сердечные делать то уже все надо советоваться с кардиологами касаемо депрессии и всяких таких расстройств конечно всегда лучше посоветоваться с психиатром вот никто и человека который обратился по поводу депрессии не лишит сразу же прав вот и не сделает его там недееспособным шизофреником и так далее депрессия это вообще массовый диагноз у многих людей только у кого более тяжелый более легкий всегда лучше обратиться к психиатру вот но если вот так на вскидочку так то поскольку говорят ученые что значительная часть депрессии завязана на выбросе флуоксетин и серотонина так серотонин начинает в большом количестве появляться то и идут блокаторы серотонинов это значит флуоксетин пароксетин я предпочитаю пароксетин он сильнее не несколько дней зайти если уж совсем не берет эсцеталупрам но это уже более серьезный препарат когда на которой надо заходить одновременно с транквилизаторами хотя бы с гидозепамом все-таки лучше это с психиатром лично решать а не просто самому себя пичкать но флуоксетин пароксетин можно уже попробовать более менее вот такие вещи но понимать и также что надо питать мозг расширять сосуды мозга устанавливать аутоиммунные процессы так что и что то такое использовать и если чего дексаметазон вот такие вот вещи когда нарушен сон вот у нас на украине замечено украинский препарат кроксен там вроде бы шафран витамины магний ну вот так хорошо в такой дозе и в такой комбинации что именно вот после ковидные нарушения сна вот прям хорошо вот так хорошо на нем раз разглаживаются кроксен препарат вот значит весьма хорошая штука и надо сказать что вот что плохо при к виде что когда вот эти идут и все поражения нервной системы то и те же антидепрессанты и те же снотворные они вот плохо действуют и снотворные плохо берут вот а тут вроде бы более менее растительный препарат так комбинированные и прекрасно действует тоже его недельки две попил вот и сон у меня стал значительно лучше вот хотя рекомендуется там месяц-два даже но это смотря у кого насколько сильные нарушения и что он еще употребляет кроме этого это то что я как семейный врач общей практики могу сказать ну и я не могу называть какие-то там прям сильно действующие мощные препараты потому что извините это уже будет дурное лечение по интернету так значит что-то легонькое называю более-менее легкое вот сильно действующие а тут пожалуйста обращайтесь уже к своим врачам так узким специалистами так далее пусть они они уже решают надо или не надо я назвал такое вот легонькое но в то же время эффективное вот такая таки дела малятка значит будем закругляться вот надеюсь вас это миновало и минует тут не будет ничего такого но если произошло то я чем мог тем поделился все будьте здоровы всем пока и